В окружной бюджет внесены очередные изменения. Соответствующие поправки приняты 3 июля на очередной сессии окружного парламента. Общий объем доходов окружного бюджета на текущий год уменьшится на 535,5 миллионов рублей и составит 16 миллиардов 700 миллионов рублей. Общий объем расходов окружного бюджета уменьшится на 583 миллиона и составит порядка 20 миллиардов. Таким образом, дефицит казны составит чуть более 3 миллиардов рублей. Как пояснила региональным СМИ председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова, обсуждение законопроекта было сложным. Ей пришлось провести практически 3 комиссии по экономической политике и бюджету. На первое, когда мы рассматривали первые поправки губернатора, депутаты сразу стали отстаивать село. Поэтому осталась та дорога, которая должна быть достроена по Хангурею. Затем оставили по строительству жилья на Варнике, потому что у нас всего два острова. И не строить там жилье – это неправильно. А завозить туда очень сложно. И слава богу, что нашелся такой подрядчик. Поэтому мы обязаны были предусмотреть средства в бюджете. По слову Натальи Кордаковой, также депутаты настояли на том, чтобы не снимали средства с празднования дня оленя. Это важный для тружеников тундры праздник, который закреплен окружным законом, пояснила парламентарий. Много вопросов у депутатского корпуса возникло по департаменту образования культуры и спорта. Под этим департаментом 83 учреждения, в котором трудится 4600 человек. И оставить их без зарплаты, оставить без отпускных. В том числе нельзя допустить, чтобы не были сделали хотя бы косметические ремонты к учебному году. Поэтому пришлось почти на двух комиссиях рассматривать вот эти вопросы. И слава богу, мы договорились с администрацией. В том числе оставили все бюджетные группы в наших профучилищах. Сохраняется объем финансирования на выплаты специалистам, работающим и проживающим в селах. На содержание и обеспечение обучающихся местами в общежитии, возмещение коммунальных расходов. Что касается коммунальных платежей образовательных учреждений, то, по словам депутата, недофинансирование может привести к задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Поки ТС, ДЭС, Северожилкомсервис. Это, в свою очередь, повлияет на зарплаты сотрудников предприятий. Поэтому выделены средства, хотя и не в полном объеме. По предложению Ненинской окружной организации, профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, разработан и принят закон, предусматривающий с начала года выплату всем сотрудникам, не получившим доплату к больничному листу. Финансирование также было предусмотрено на этой сессии. По департаменту строительства нам пришлось секвестировать очень много. Практически 700 мы сняли там. Но основные стройки, мы считаем, что на сегодняшний день, то, что необходимо было, мы оставили. Добавлены средства на субсидии юридическим лицам на возмещение расходов на коммунальные услуги, электроэнергию и компенсацию расходов на пассажирские перевозки, воздушным и водным транспортом. Несмотря на то, что бюджет очень сложный, все социальные выплаты сохранены. Предусмотрены субсидии предприятиям. Реализуются инвестпроекты. Работа над проектом бюджета 2021 года продолжится уже в сентябре, сказала в заключении Наталья Кордакова.